Всем привет! Меня зовут Сабина и это новый выпуск добрых новостей. А как вам известно, здесь мы будем говорить только о хорошем и сегодня выпуске. Как подать документы в московский политех, новое воздушное средство передвижения, самый маленький в мире ночной клуб, искренняя радость песика новому человечку в семье, кукольный дом, который строили 26 лет. Ну что, начнем? А начнем мы с новости московского политеха. 19 июня начался прием документов в московский политех на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Документы можно подать следующими способами. Первый способ. Лично по адресу Большая Семеновская, дом 38, аудитория А100. Второй способ. Онлайн через личный кабинет абитуриента. И третий способ. Через суперсервис. Ссылки для онлайн подачи документов указаны в описании этого ролика. Задать вопросы представителям факультетов и институтов можно с понедельника по пятницу с 10.30 до 17.30 и в субботу с 11.00 до 15.00. А я желаю удачи поступающим. Ждем вас. А теперь к мировым новостям. Кинуть взгляд ввысь и увидеть человека, который летает на беспилотнике, в наше время это огромная редкость. Но, как выяснилось, нет ничего невозможного. В этом убедились жители Нью-Йорка на Тайм-Сквер. Некоторые очевидцы успели снять видео и теперь эти кадры в интернете набирают огромную популярность. Кстати, личность пилота установлена. Это Хантер Кобальт, который потратил немало времени на то, чтобы сконструировать этот необычный летательный аппарат. Мужчина утверждает, что получил все необходимые разрешения для перемещения по городу таким способом. Кстати, этот полет мне напомнил злодея из фильма «Человек-паук». Из-за пандемии индустрия клубной музыки испытывает большие трудности. Но с этим решили побороться братья-близнецы из Сиднея в Австралии. Правда, заведение обычным не назовешь. Площадь этого крохотного ночного клуба составляет 153 см в длину, 74 см в ширину и 188 см в высоту. Братья рассказали, что на данный момент самое большое число гостей, которые они принимали, составляет 7 человек. Этот маленький клуб попал в книгу рекордов Гиннеса. Кстати, все доходы от гостей, которые посетили Дувшет, пошли в благотворительные организации, которые помогают людям с проблемами психического здоровья. А вы бы хотели провести время в таком клубе? Я бы с радостью. Пес, который познакомился с новым членом семьи, не смог сдержать восторг. Дело в том, что житель Тайваня принес домой своего новорожденного малыша, который появился на свет всего несколько дней назад. Крошечный человечек показался домашнему любимцу самым прекрасным и поразительным явлением в мире. Конечно, псу по кличке Сяо не разрешили в полной мере выразить свои чувства. Все-таки он слишком велик для такого маленького ребенка. Дети растут быстро и я уверена, что совсем скоро малыш и четвероногий добряк станут лучшими друзьями. 77-летний Лен Мартин из английского графства Дорсет построил миниатюрный особняк для кукол, который поражает обилием деталей. В домике высотой 106 см можно найти 16 статуй, 138 перил, мраморные полы и крошечные картины, написанные настоящими художниками. Особенно поражает миниатюрная люстра с кристаллами Сваровски, на которую ушло 100 фунтов. Это около 10 тысяч рублей. Сейчас работа Мартина выставлена на продажу и стоит она 8750 фунтов. Хм, ипотека или кукольный дом? На этом у меня все. Этот выпуск подошел к концу, а мы снова возвращаемся и каждую неделю будем радовать вас добрыми новостями. Я вам желаю холодной водички этим летом, моря и каникул. До скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok